Расскажите, пожалуйста, в чем смысл воскрешения умерших в своих телах в судный день, если не после смерти уже попали в рай и ад? Если мыслить за гробную жизнь души после смерти как уже существование в раю или в аду, то, конечно, вопрос кажется совершенно непраздным. Но Христос есть Спаситель тела, говорит апостол Павел. Христианство предложило миру совершенно новую мысль, что тело не темнится души, как верили древние греки и римляне, а существенная часть человеческой личности, которая структурирует душу человеческую. Нет жизни души в радости, в счастье и во Христе вне тела. Тело является существенной частью человеческой личности. У некоторых оно плотно объемлет большую душу, но без него никак и никуда. Разделение души с телом представляется христианством как искажающую замысел Божий о человеке реальности. Смерть и разлучение души и тела возникло в результате грехопадения человеческого. Мы знаем, что в этом есть некоторый педагогический момент, потому что если человек более склонный к козлу, нежели к добру, живет вечно, то он становится бесом, сатаной, богопротивником. Он укореняется со временем во зле настолько, что уже не может творить добро, не может быть послушным воле Бога, не может раскаяться, уже не имеет никаких сил просить прощения, что мы видим с дьяволом, что мы видим с бесами. Смерть человеческого тела как раз кладет предел, то есть возможности осатанения. И вот этот небольшой период жизни человеческой дан нам для того, чтобы мы могли обожиться и в теле, и душой. И как мы видим, история церкви показывает, что это возможно, и настолько Дух Святой иногда живет в человеке глубоко и сильно, что тела даже не стреливают. Мы видим такое чудесное явление, как нетленность святых мощей. После же разделения души с телом, душа находится в некотором преддверии Царства Божия или в преддверии адских мук, то есть не в полноте Бога общения, не в полноте страданий. В вере в это зиждется наша молитва за усопших. Мы верим в то, что еще непостоянное пребывание человеческой души находится в этом состоянии. Хорошо было бы сначала сказать, что все-таки Царство Божие и ад – это не место, где находится душа. Вообще, когда мы говорим о загробной жизни, апеллировать понятиями времени и пространства – это просто богословски неверно. Ну, для удобства пользования, для удобства понимания и восприятия мы все-таки будем говорить в таких временно-пространственных категориях. Но Царство Божие внутри нас есть. Какие ады – это состояние человека, двери, в которой заперты изнутри. То есть это добровольный выбор человеческой души находиться в состоянии вне Бога, которое ему лучше и комфортнее. Но мы-то понимаем, что находиться вне Бога, в вечности – это худше, что такое может быть с человеком. Но Бог дает всем даже такую возможность быть вне Его, если ты не хочешь быть с Богом в вечности. Поэтому имеет смысл воскрешение тел, ибо именно тогда человек снова становится цельной личностью и уже окончательно воспримет те блага, которые он ждал до воскрешения тела. И я надеюсь, что, глядишь к тому времени, тот, кто так или иначе был в ожидании ада, тоже молитвами Церкви, молитвами каждого из нас, их детей, внуков и прапраправнуков, будет помилован, исцелен и принят Господом Богом в свое вечное Царство любви, милосердия и праведности. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok